21 августа 2023 год, вы на Большом канале Олега Соскина. Давайте проанализируем ситуацию, возьмем основные элементы событий, которые сегодня так или иначе определяют ход развития и какие-то тенденции мейнстримного характера на Российской Федерации. Итак, первое. Это, конечно, колоссальный удар. Прямо вот так, как кувалду взяли этого Пригожина или как там его. И влепили этой кувалдой по лбу Путину. Это тоже разбилась эта станция Луна-25. Через 50 лет они ее запустили. Кто-то лапшу Путину навешал, что она типа приземлится, прилунится. Никуда она не прилунилась. Она пошла на соединение с грунтом Луны и пропала у них связь с ними. Все, импульс куда-то не туда пошел. Все, короче. Станцию потеряли, кучу денег потеряли. Огромный репутационный удар. Тем более удар перед Бриксом, который будет 22-24 числа. Будет в Йорк проводит, они место их проведения этого Брикса. Ну, Брикс, известно, как расшифровывается. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Вот, и как бы вот перед этим такое событие, то есть сели не просто, не в лужу даже, а в выгребную яму и Путин весь в фекалиях. Фекальный Путин. Короче, сделали ему, конечно, еще тот подарок с этой Луной по полной программе. Это же кто-то его убедил это делать. Он поддался на эту авантюру, на эту дурость. Рогозин такой-сякой, но во всяком случае, в чем Рогозину не откажешь, это в уме и в осторожности. Все-таки сын генерала группы, и не просто ж такого себе генерала, а на минуточку тот, который руководил институтом биоэнергетики, этих всех экстрасенсов и так далее. Короче, надавали Путину по сусалам, по полной программе. Это для него, конечно, колоссальный удар, для всей России показали, что все-таки это неандертальская на сегодняшний день колониальная недораспавшаяся империя. Второе, конечно, это то, что его просто, как это, про... Какое-то слово такое есть интересное. Ну, короче, послали нафиг, как он пролетел, как Зеленский. Зеленский там пролетает, как фанера на Париже. А теперь Путина тоже над этим Бриксом. То есть он не поехал в Брикс, говорят, видимо, не поедет. Хотя ему надо ехать, ему надо обязательно было туда ехать, иначе просто у него забирают этот Брикс. Китай решил с него сделать альтернативу семерке самых развитых государств. Ну, естественно, что это... Там, правда, есть конфликт между Индией и Китаем, и Южная Корея тоже. Потому что если это альтернатива западным странам, и она будет как антитеза идти, то тоже это не всем хочется. Короче, залетели они с этим Бриксом Путин в одно место. Потому что теперь он уже не законодатель МОД, уже Южная Африка. Ромофоса уже там президент главный управляет процессом. А Путин боится к нему поехать из-за ордера. Ну, так если ты такой трус, и боишься ордера ГАСКО-трибунала, ну так заедь туда с фагнеровцами, да и все, там нормально. Там сядь, посади истребители военные, там, и скажи, что гахну ваш этим тактическим ядерным оружием, да и все нормально будет. Че ты боишься? Вот. Или вообще, чтоб не было этого Брикса, блин, да и все, кому он нафиг, ну или выходи оттуда. Короче, это еще один, это полный провал. То, что сейчас динамит их там в этом Бриксе, Путина делят на ноль, это, конечно, или умножают на ноль, но не важно. Но факт, что делают с Путина еще один ноль. То есть к луне, да еще Брикс добавить. Третье, это то, что в Африке, да, провалом закончились переговоры этого союза стран Западной Африки и этой, так мы будем говорить, военного этого правления в Нигере. Третье, ну, предложил, говорит, давайте на три года берем паузу, наводим какой-то более-менее порядок, как-то чуть-чуть разберемся с коррупцией, а потом, типа, проводим, говорит, этот генерал в Нигере выборы. Ну, не знаем, пока непонятно, как там дальше события. Но туда сейчас очень сильно где-то ожидается, что очень много поехало уже в Африку вагнеровцев. То есть вполне возможно, что это все-таки будет какой-то театр боевых действий. То есть и Буркина, Фасо, и Мали, их лидеры, да и Нигера хотят повоевать. Но как оно будет, мы пока не знаем. Но процесс идет. Как оно может? Вагнеровцы как раз захватят эту французскую базу. Потому что Макрон хочет, чтобы там была война. Ну, а как будет, но ситуация сложная. Но и здесь тоже очень плохо для Путина. То есть это третий репутационный удар. Это поражение, пока он имеет в Африке, не так получается, как он хочет. Северная Корея не нападает на Южную. Хотя Шейгу про это говорил. Ничего там тоже не получается подпалить с этим Тайванем и прочее. Пока тоже не выходит. То есть тут у него тоже такой очень неприятный процесс. Ну и на фронте с Украиной тоже ничего нет. Там он губы надувает. Но сегодня опять украинцы сбили К-52 этот аллигатор. 16 миллионов долларов. Хоп, коту под хвост. Как говорится, в Сечину под хвост пошло. Вот. Поэтому, ну и все, нету, да. То есть и здесь такое поражение у него. И тут еще с этим Еф-16 что дают все-таки Зеленскому. Он встречался с этими шкалевскими домами. Его на высшем уровне принимают. Путина аж слюни. Причем Нидерланды, которые ему выставили предъяву этот гадский трибунал. И он до сих пор с ними ничего не сделал. То есть не с одним судьей, которых они надо было бы... Они их объявили в розыск. Так вы их поймаете, привезите в Москву. Начинаете судить этого хана и так далее. У них даже это не выходит. То есть Путин такой слабак, что у него сейчас ничего не выходит. Полностью. Понимаете, он сдулся. Он абсолютно сдулся. Вот. Ну, то, что Лукашенко над ним издевается. Уже мы видим все. Прямо дает эти интервью всякие и так далее. То есть банкрот Лукашенко, который полностью сидит на шее. И Путин, а тот ему денег дает его стране, которая вообще является в дефолте. Беларусь это страна дефолт. Абсолютный банкрот. И кормит, и содержит ее только Российская Федерация. И Путин такой на всю голову ударенный, что он за счет россиян кормит эту Беларусь. Этого Лукашенко за то, что к нему приезжает и облизывает его. Да надо быть полным кретином, чтобы такое допускать. Ну, допускает. Ну, что сделаешь? Ну, КГБ низкий уровень, плебеи эти, маргиналы. КГБ навозные, жуки низшие. Так сказать, там это вся каста. Так вот, вот это тоже полный провал. То есть на фронте провал. С Белоруссией провал. С Луной к этой, как ее, Луна до Луна-25, там вообще полный абзац. С Бриксом полный тоже провал. Тут еще самое для них сейчас неприятное. Это, конечно, Москва. То, что каждый день парализуются эти аэропорты. То есть они практически не работают. Там 94 сегодня было рейса, там типа задержаны. Там 50 не состоялось. То есть фактически Москва полностью, ее авиационная вся часть парализована. Каждый день. То есть украинцы так системно, методично выпускают несколько беспилотников. Их от Москвы сбивают. На этот период останавливаются авиасообщения. Ничего, это ж сколько денег пролетает. И главное, ну москвичи, видите, вообще россияне, они такие, они как стадо тупых одесс. Они такие, им говорят, что вас будут, идите это самое, вас будут резать. А они говорят, куда надо. Или как говорят, вас будут вешать. Они говорят, веревки и мыло с собой приносить или будут выдавать. То есть люди планируют себе что-то, да, покупают авиационные билеты. Им говорят, нет, вы сегодня не летите. Или летите, сидите, ждите какие-то там часы, пока что-то отменят. То есть практически полностью авиасообщение России с Москвой. С Москвы в Россию, в другие места стран полностью парализовано. И этот Собянин что-то там чрикает, как это самое, какой-то воробей. Так чик-чирик-чирик, сбили один. Тут еще эта Марго, эта Симоньяна, та сегодня прокукарекала, что рядом с ее домом в Истринском районе беспилотник сбили. Там пострадало несколько человек. Ну, чуть в ее дом не попал беспилотник, короче. То есть у них уже там полный вообще алис. Ну, правда, там у них дефиле есть. Там на Малой Бронной, там девочки всякие ходят, стрекозки летают целыми косяками на сегодняшний день. Так классная там ночная жизнь. У них все балдеют. Там на Малую Бронную ничего никак не прилетит. Тоже непонятно. Вот. То есть Москва, она еще так живет в этом плане. Хорошо еще живет, жирно так, классно живет. Но, конечно, у них полностью атрофированный инстинкт самосохранения. У этой бишутерии, которая населяет сегодня город Москву. Но то, что в ней уже жить нельзя в этой Москве, это уже просто даже ослу понятно. Потому что беспилотники будут все время туда прилетать, прилетать и прилетать. То есть вот еще у них такое нехорошее событие. Плюс в Ростовскую область прилетело. Ну, это же Курск, ЖД Курского вокзала прилетело. Там разрушенный вокзал и так далее. То есть события для Российской Федерации очень плохие. И Африка плюет на Путина. Азия, Северная Корея плюет на Путина. Брикс плюет на Путина. А Китай и Индия под себя его забирают. То есть Путин всем делает хорошо. Всех постарается подкупить. Индию подкупает. Там Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас с Эрдоганом они договариваются. Сделка будет у них. Значит, поехали к Орбану. К другу Орбану. Будут там через Турцию газ поставлять. Вот. Там же есть этот голубой поток и так далее. Турецкий поток. И Орбан Шустрый будет строить себе БПЛ. Эти дроны будет. Ему надо строить. Логично, чтобы на Украину нападать. Надо Израиль ему поможет. Немцы построить завод по выпуску дронов. Зеленский, ты для мебели там с Кулебой ходите? Или для чего вы нужны? Я вообще не могу понять. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.